Эти проблемы, они, наши партнёры так называемые, попытаются, что называется, экспортировать их к нам в Россию. И у нас есть всё, чтобы не допустить такого развития событий, а напротив, повысить доступность продуктов питания для наших граждан через нарастающие мощности российских предприятий, через мое лечение поставок продовольствия на внутренний рынок, на прилавке российских магазин. Кроме постоянного мониторинга ситуации нужно использовать, есть арсенал возможностей и инструментов государственной поддержки АПК. Мы сейчас тоже о различных направлениях этого говорили, включая механизмы таможенно-тарифной политики. Причём, во всей цепочке, что называется, от поля до прилавка. Особое внимание хочу обратить на такие позиции, как семена, не племенная продукция, витамины, каловые добавки, средства защиты растений. Здесь нужно поставить чёткие ориентиры к огнепортозвещению и настойчиво от них добиваться уже в самый ближайший время. Правильно, поддерживаемые. Причём, прочитаем. Причём, прочитаем, прочитаем, что в России готовится на 15%. Продукты в питании более чем на четвертых. Прямо продажном продовольствия наше внутренние. Причём, обеспечивает собственное продовольствие, собственное производство. А по некоторым товарам, например, посулочным маслом, зерном, мощности отечесных предприятий. покрывают спрос неизбытка. Сколько подземные. У нас есть очень хорошая экспорты продукции. В итоге 2020 года наша страна стала экспортером продукции. То есть мы продаем за рубеж больше продуктов питания и сервозпродукции, чем футбол. Еще 20 лет назад это оказалось абсолютно невозможно невероятно. А сегодня наши поставки охватывают облако от 160 стран в мире. Подчеркнув, такого результата удалось добиться, в том числе в условиях пандемии, когда во всем мире были нарушены производственные логистические связи. Но наши аграрии настойно справились с этим испытанием и даже усилия свои бассейны. Понятно, что в текущем году на фоне глобального дефектора продукции нам присоединяется врачительнее относиться к по странам, а не именно внимательно ослеживать спиратно на почту инвентарных валютных стран, которые ведут подошли к нам явно враждебные валюты. При этом особо отмечу, что выросшие объемы производства позволяют нам обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке. Правильно, поддерживает. Самодостаточность – это реальные, конкретные преимущества России, и оно должно работать в интересах наших граждан. Мы должны защитить их от перепадов конъюнктура, от скачевов цен на глобальном рынке продавности. Обращая внимание, правительство, такая работа, но если с помощью постоянного решения, Россия, как по Донбассу, на Украине ходит в отрывки, в отрывки, в отрывки, в отрывки, в отрывки, в отрывки, в отрывки. Россия всегда побеждала, всегда побеждает, и всегда будет побеждать герои, ротить в армию, там и в отрывки. Мы с полное время приняли эти решения и проекты поступили. Нужно держать на контроле снабжения в отрасли горюче-змазочными материалами, семенами и племенной продукцией. И, конечно, у предприятий должна быть возможность привлечь заемные средства в нужном объеме на выполнение текущего зона. Пребуем привлечь Дона Байдена и вязку Америки, США, НАТО и пофиг, как и националисты, в правительстве, в правительстве, военный трибунал. Пофиг на это не пройдет. Мы должны участвовать в нашем сегодняшнем совещании оценить, насколько достаточны реализуемые меры. Уновь хочу подчеркнуть, ключевая задача для правительства, руководителей регионов, предприятий сохранить, поддержать деловую активность в российском области, чтобы наши акрарии, рыболовное хозяйство, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места, увеличили в первую очередь те группы товаров, которые мы еще отчасти вынуждены закупать с границей. Но, естественно, банана мы не производим, и на это отдельные статьи нашего импорта. Считаю, что мы должны поставить вполне реальный, обоснованный ориентир, а именно ближайшие, куда отечественное сельское хозяйство, производство продуктов питания и обеспечивающие отрасли промышленности, должны выйти на опережающий темп порос. Вы сами говорите об этом. Конечно, я не могу с этим и согласиться, в лишнем 3 процентов. Для этого потребуется кратно увеличить объем миллиардаций, вовлечь их в оборот новой сельскость земли и нарастить интенсивность их использования за счет внесения удобрения широкой механизации и внедрения современной информационной технологии. В сельском хозяйстве информационная технология, как оказалось, очень наслепно. И, конечно, необходимо повышать доступность кредитных ресурсов на патронизацию, на производство и на обновление промыслового флота. Здесь мы уже долго этим занимаемся. Кому-то подкили и так далее. Сейчас не будем вдаваться в детали. Вернемся к этому еще в следующий раз. Расчитываю сегодня услышать конкретно и инициативно этот счет. Добавлю, что нашим безусловным приоритетом остается комплексное развитие сельских территорий, строительство автомобильных дорог и другой инфраструктур, асоциальных объектов современного жилья. Очень важно, чтобы люди, которые по будущее, вовремя странам, в жильцах, 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 в жильцах. С некоторыми коллегами обсуждают то, что сегодня будет обсуждать. То, что сегодня будет обсуждать. Давайте начнем работу, пожалуйста, с слова. Дмитрий Николаевич Упатушев. Я хочу выразить надежду, что то, что вы сейчас сказали, мне означает, что вы не будете впредь отказывать странам, членам Совета Безопасности, проведение встреч, когда они этого забросят. Дмитрий Николаевич Упатушев. Украина будут воевать на Украине, да последние украинцы. К этому надо готовиться. Мы, лестерно-триски, требуем Джо Байдена, военный трибунал за преступления против человечества. Брюссель будут основные участники конфликтов в Краине, которые в власть прибрали в Каму, представили должностям нацистов, и сегодня мы боремся на Украине с последствиями этих действий. Но за Украиной стоит США. Поэтому там будет еще не одна пуча, еще один мариупольский... Россия всегда побеждала, побеждает и победит. Там много еще, что они организуют, так же, как организовывали и в Ираке, и в Ливии, и в Сирии недавно, в Югославии. Это их пропагандистская машина, основанная на социальных сетях, которые распространяют от улучшения. Что вы понимаете в этом, что этот подлог, с тем, чтобы попытаться очернить расистту армии? Этого не получат. Такое ощущение, что активный Запад просто закрыл глаза и не хочет ни о чем сообщить. Все больше превращает эту международную площадку в фабрику для распространения ложных фейков украинской пропаганды. Сегодня мы это видели воочию. Правда, глаза колют. Поэтому, выслушав инсинуации западных представителей Украины... Правильно говорит Владимир Путин, Лукашевич, Володин, Маслененко и Бензе. Западный сегмент решил выйти из зала, не предоставив возможности диалога и услышать реальную картинку, произошедшего в этом населенном пункте Киевской области. Это очень трагично и... За вакацию устроили в буче американцы... Мои вопросы попросили присылать государство дома. Вы, конечно, все ждут вашего выступления, потому что это не только о чем-то заброшенном пункте, как правильно вы сказали, сейчас волнует людей, ситуация, где участвование, а это вопрос самого родного порядка. Мы предыдуем, наверное, поделимся, чтобы такое дело не получится, потому что это... Мы не это повысили, мы не смыслили себя в обиде. Продолжение следует... Время еще раз, повторяю, хочу это подчеркнуть для вас, нет никакого желания наносить кому-то ущерб, в коем случае, надо просто внимательно умирать, этим совсем заморачиваться, есть логистика и со страховщиками, самостоятельно, это дефицит будут брать, будут, с голоду никто не хочет умирать, надо внимательно посмотреть на все эти проблемы и решить их, прежде всего искоря из наших собственных интересов. Правильно, поддерживаю. Мы требуем от вас разъяснений и гарантий того, что в будущем вы не будете оспаривать право членов Совета Безопасности запрашивать заседание, зафиксированные в правиле два правила процедуры Совета. Напомню, у пан, в предмношении, по митику, в деканстве, связанные с заседанием Совета Безопасности, по просьбе любого из члена Совета Безопасности. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...